Здравствуйте! В эфире городские новости. Главные события столицы Кузбасса прямо сейчас. В студии Клим Санаткин. Итак, сегодня в программе. Кто заставит чиновников работать? К сожалению, слишком много бюрократии. Депутат Госдумы Владимир Гридин разбирался в проблемах горожан. Здоровый подарок. Для ребятишек мне будет хватать молоко. Многодетной матери подарили корову. Пострадавшие в аварии на Кузбасском автобане живы-здоровы. Люди находятся в нормальном состоянии. Депутаты Кемеровского горсовета навестили пациентов. Заставить работать чиновников пообещал Владимир Гридин. Сегодня в общественной приемной. Владимир Путин и депутат Госдумы общался с кемеровчанами, которые уже отчаялись решить свои проблемы самостоятельно. С теми, кому нужна реальная помощь, познакомилась Наталья Токмагашева. Пенсионерка и инвалид Надежда Франковна в своей квартире не хозяйка. Документы, дающие право собственности, она пытается отвоевать уже несколько лет у своего начальства. Вместо этого получила лишь инсульт. Бумаги ей не отдают и на все просьбы отвечают просто. Далее, вот что далее, то и живи пока. Пока живи. Живешь, живи. А, как говорится, то его знают последствия какие. В 95-м году Надежда Франковна решила заработать новую квартиру. Принадлежащую ей комнату в общежитии она отдала семье сына. Устроилась дворником в надежде, что после 10 лет работы, как и полагается по закону, ее обеспечат собственным жильем. Когда прошло достаточно времени, квартиру пенсионерке действительно дали в бывшей лаборатории мясокомбината. А документа на нее нет. Да и квартиры это помещение сложно было назвать. Сын Надежды Франковны сделал перегородки, благодаря которым образовались кухня, спальня и гостиная. Но ставшие родными стены не помогли. Это общежитие когда-то было зданием лаборатории мясокомбината. А вот до сих пор здесь проводят эксперименты с жильем. Вот, например, комната, которая когда-то принадлежала Надежде Франковной, ее решили переделать в отдельное жилье. Даже дверь новую поставили и присвоили порядковый номер. После ремонта спальню у Надежды Франковны забрали. Что-либо возразить пожилая женщина, которая находится здесь на птичьих правах, разумеется, не смогла. Теперь она живет буквально на чемоданах. Мебель и вещи, разложенные по сумкам и пакетам, женщина не разбирает. Убрать их некуда, да и боится пенсионерка, что в любой момент ее могут выгнать из квартиры. Четыре года она обивала пороги, надеясь, что хоть кто-то поможет. Сегодня подруга привела Надежду Франковну в приемную Владимира Путина. Пенсионерки пообещали, в течение двух недель проблему постараются решить. Для этого, по словам депутата Госдумы Владимира Гридина, достаточно собрать соответствующую комиссию и пообщаться с сотрудниками ЖЭКа, где женщина работала. К сожалению, слишком много бюрократии все-таки у нас в государственном управлении. И люди ходят из одного кабинета в другой и вынуждены приходить сюда, в эту приемную, с тем, чтобы мы дошли до чиновника, который должен решать эти вопросы. По словам Владимира Гридина, проблемы Надежды Франковны и других, обратившихся сегодня, типичны. Объединить их можно под названием «чиновничий произвол». Решаются они, как правило, быстро и просто. Буквально с помощью одного письма или звонка депутата. Только почему-то для этого людям приходится напоминать об их прямых обязанностях. Наталья Токмагашева, Александр Белкин. Новости моего города. Сегодня президент России Дмитрий Медведев встретился с активом партии «Единая Россия» в Барнауле. В мероприятии принял участие губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Президент поднял волнующие вопросы, например, о возникших недавно трудностях с отправкой грузов железной дорогой из Сибири. Цитируя, пусть на меня не обижается руководство компаний, руководство РЖД. Они должны навести там порядок, чтобы губернатору Аману Тулееву или кому-то другому не приходилось звонить мне или в правительство и говорить, помогите решить проблему с вагонами. Это бардак, так не должно быть, когда проблема вагонов решается президентом страны. Президент также обсудил с активом партии программу «Школьное питание». Он считает, что проект по обеспечению горячим питанием школьников должен быть продолжен. Напомню, что Кузбасс является одним из пилотных регионов России по реализации этой программы. Барнаул стал и студенческим центром России. В столицу Алтайского края приехали тысячи студенческих лидеров со всей страны. Сто ректоров, министр образования и науки Андрей Фурсенко, а также президент Дмитрий Медведев. В Барнауле начал работу четвертый всероссийский студенческий форум. Там обсуждают широкий круг вопросов от проблем качества учебного процесса и молодежного предпринимательства до трудоустройства выпускников и инноваций в образовании. На встрече со студентами министр образования и науки России Андрей Фурсенко заявил, что готов спокойно уйти в отставку. По его словам, ни в одной другой стране мира его коллеги не занимают пост на 7 лет. На форуме выступил и президент Дмитрий Медведев. Он пообещал студентам поддержку со стороны государства. Министерство образования и науки разделят на два ведомства после смены правительства в 2012 году. Первое будет определять политику в отношении детских садов и школ, а второе среднеспециальных высших учебных заведений, а также будет отвечать за реализацию госполитики в области науки. В составе кузбасской делегации участие в студенческом форуме принимает вице-президент холдинговой компании «Сибирский деловой союз по социальной политике и делам молодежи» Павел Федяев. Мы связались с ним по телефону. Порадовало то, что вообще такие встречи возможны. И действительно, люди, которые занимаются реально делами, конкретными делами, они имеют возможность на такие встречи попадать и рассказывать президенту о своих достижениях, о своих успехах, о своих проблемах, просить в чем-то помощи. И то, что я был в состоянии попасть на такую встречу, я, конечно же, ни полгода назад, ни год назад не мог предположить, что буду встречаться с президентом. Конечно, для меня это очень воодушевляюще. Доярки подарили корову. Жительница поселка Прогресс промышленовского района 15 лет проработала оператором машинного доения. Но собственной корове многодетной матери оставалось только мечтать. Аркадий Кемеев убедился, иногда мечты сбываются. Эти два бычка родились в один день, вместе выросли и даже зовут их одинаково. Мишка номер один и Мишка номер два. Всю жизнь они провели вдвоем в этом загоне. Но скоро им придется потесниться. В хозяйстве Поповых грядут перемены. Столько сюрпризов в один день в этом доме не видели уже давно. Игрушки, сладости и школьные наборы в подарок от холдинговой компании СДС. Но больше всего ребят порадовал ноутбук. В игрушки буду играть, кино смотреть. Но главный подарок вручили маме. 30 тысяч рублей на покупку коровы. Надежда Попова работает дояркой на ферме Ваганова. Была у нее и своя корова, но недавно умерла. По совету подруг, женщина обратилась к руководству компании СДС с просьбой о кредите. Но никак не ожидала, что получит новую буренку в подарок. В хороших руках корова – это кормилица, это и молоко, это и сметана, это и масло. И, ну, конечно же, мы не могли отказать женщине, которая находится вот в таких достаточно сложных условиях. И просьбу ее удовлетворили. Раньше Надежда ежедневно тратила 50 рублей, чтобы купить молоко детям. Теперь эти деньги можно будет сэкономить. Конечно, дешевле. Она и для себя, и для ребятишек мне будет хватать молоко. Где-то я смогу, какое останется молоко, могу сдать. Какая-то копейка будет для них. В хозяйстве Поповых для коровьего новоселья почти все готово. Есть теплый сарай и открытый загон. Осталось только запастись сеном для трех прожорливых парнокопытных. Чтобы прокормить корову в течение зимы, нужен вот такой вот сток сена. Но, учитывая, что у Надежды в хозяйстве есть еще два мишки, то в этом году корма потребуется гораздо больше. Держать корову занятие хлопотное. Но Надежда уверена, рогатая кормилица обязательно отплатит за заботу молоком для ее детей. Аркадий Кемеев, Георгий Головин. Новости моего города. Пять пациентов, пострадавших в ДТП на трассе Кемерово-Ленинск-Кузнецкий, все еще остаются в больницах Кемерово. Сегодня в медицинских учреждениях побывали депутаты горсовета. Пришли для того, чтобы навестить и поддержать участников аварии. Напомню, 30 октября на 14-м километре трассы Ленинск-Кузнецкий-Кемерово сразу 21 автомобиль попал в ДТП. Все пострадавшие были направлены в больницы областного центра. Только в третью городскую доставили пятерых пострадавших. Сейчас там остается трое участников ДТП. Трех пациентов мы сегодня, Кемеровский городской совет, пришли попроведовать, спросить о делах, пожелать здоровья. Собственно говоря, так все и было. Люди находятся в нормальном состоянии. В ближайшее время, кто 3-4 дня, кто неделю, пациенты будут выписаны и разъедутся по домам. Сегодня 300 кузбасских паломников на 8 автобусах отправились из Кемерово в Красноярск, чтобы поклониться ковчегу с поясом Пресвятой Богородицы. Перед поездкой помолились в Знаменском соборе о здравии и благополучии поездки. В паломничество кузбассовцы отправились бесплатно. Возможность побывать у Великой Христианской Святыни малоимущим верующим предоставила администрация области по инициативе губернатора Амана Тулеева. Сопровождают группу верующих священнослужителей, сотрудники ГИБДД и медработники. И смотрите далее в городских новостях. Действительно много национальная встреча. В Кемерове готовились ко дню народного единства. Новый сезон открыт. Здесь можно посмотреть и характер юного спортсмена. Будущие мастера русского хоккея вступили в борьбу. Зима постепенно вступает в свои права. Выпавшего снега пока совсем немного, а вот дорожники уже озадачились его уборкой. К началу поры гололеда организация Кемеровские автодороги запасла больше 60 тонн песка, соли и отсева. Кроме того, на чистку асфальта отправилась спецтехника, тракторы с щетками. А на площади советов сотрудники дорожной организации взяли в руки лопаты и вручную убрали пока еще тонкий слой снега. Мы занимались расчисткой остановок, пешеходных переходов. Также тракторные щетки у нас подметают тротуары, чтобы нашим пешеходам было не скользко. В общем, стараемся на благо города. Другим первым снегом только наслаждаются. Стартовал студенческий фестиваль «Первый снег». Участники по секрету рассказали, что в этом сезоне зрителей ждут только самые яркие и интересные выступления. Все 12 факультетов в Кинг-ГУ подготовили свою праздничную программу. Каждый вечер в концертном зале будут проходить выступления первокурсников. Этот фестиваль – один из самых масштабных и любимых праздников в Узии. Название «Первый снег» определило не только состояние природы, но и первые попытки вчерашних школьников органично влиться в студенческую жизнь, до краев наполненную молодостью, весельем и творчеством. После концерта студенты смогут посмотреть видеозапись своего выступления, вместе с жюри обсудить и проанализировать его. Такой взгляд со стороны и мнение опытных специалистов безусловно помогут начинающим артистам в подготовке концертов в дальнейшем. В этом году выступать первыми на «Первом снеге» выпало ребятам физического факультета. Я считаю, что это огромная честь открывать серию такого замечательного мероприятия, хоть и в рамках одного универа, но тем не менее это плюс нам, потому что мы зададим ритм. Очень трудно начинать «Первый фестиваль» всегда, потому что все остальные равняются на тебя на протяжении всех трех недель. Я желаю ребятам, чтобы они просто были с собой сегодня, не волновались, а уверенно шли вперед к намеченной цели. Знатоки и ценители театрального искусства поздравляют сегодня Лидию Цуканову, ведущую актрису Кемеровского областного театра драмы. Она единственная женщина в Кузбассе, которая носит звание «Народная артистка России», самая высокая для творческих людей нашей страны. Около 30 лет Лидия Николаевна выходит на сцену областной драмы. За это время она создала более 200 неповторимых женских образов. В самых разных по жанру спектаклях мы поздравляем любимую актрису и желаем еще много ярких, интересных и незабываемых ролей. Представители русской, татарской, немецкой, чувашской, шорской, телеутской и других национальных культур собрались сегодня в одном месте. Демонстрировали не только национальные костюмы, но и музыкальные инструменты. Наш корреспондент нашел на фестивале много удивительного. Ко дню «Народного единства» все традиции переплетаются. Знакомые звуки соловья У нас птичка такая есть, я не знаю, вон, сибирский соловей сливаются со звуками диковинного башкирского инструмента – курай. Звук извлекается передувание за счет постановки языка, зубов. То есть извлекает, какой тебе нужно, октаву, тональность. Даже место для проведения губернаторского приема в честь Дня народного единства выбрали соответствующий Дом культуры шахтеров. Только сегодня это скорее Дом культур. Тувинцы, русские телеуты представляют себя во всей красе. У тюркских народов в ход идет даже кнут. Для танца, это атрибут танца, танец называется «стекной простор», в котором как бы всадники ездят на лошадях. Ну и какой русский не любит кукол? В этом году даже они задумались о демографической ситуации. Ну эта кукла называется материнство, и поэтому самый значимый элемент здесь вот этот животик. Вот он такой живот, там внутри две куколки, девочка и мальчик, завернуты в две пеленки, которые олицетворяют собой, то есть женское тело. Мы живем семьей единой. Кто-то восклицает из зала. И, кстати, также называется галаконцерт фестиваля национальных культур. А все присутствующие – его лариаты и дипломанты. Кузбасс – один из многонациональных регионов. У нас даже появились лагеря, где дети всех культур могут познакомиться с русским языком и традициями. Буквально недавно проводилось совещание с заместителями глав по социальным вопросам городов и районов региона. И говорили о том, что на следующий год такие лагеря нужно проводить. Уже во всех муниципалитетах, для разных ребят, разных наций и национальностей. Потому что поиски, конечно, это такой вот очень хороший опыт замечательный, который нужно распространять. К концу встречи никто уже и не замечал, что вокруг сидят чуваши, армяне, таджики. Все словно одна семья. Ведь только когда живешь в согласии и взаимовыручке, будет настоящее народное единство. Елена Мешкова, Клим Санаткин. Новости моего города. Ну вот, праздник объединяет. Впрочем, как и спорт. Ну а Сергей Поддубный бронзовый призер чемпионата Европы. Подробнее об этом мы не только в новостях спорта. Бронза чемпионата Европы. Кузбасский спортсмен Сергей Поддубный стал призером европейского первенства по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями. Соревнования проходили в Хорватии. В них приняли участие 300 спортсменов из 29 стран. По ходу турнира наш земляк Сергей Поддубный одержал серию побед и дошел до полуфинала, где уступил спортсмену из Франции. Это было единственное поражение спортсмена на чемпионате Европы. В итоге Поддубный занял третье место. Также кузбасский спортсмен принял участие в командном первенстве, в котором российские теннисисты остановились шаги от медалей и стали четвертыми. Телеканал «Мой город» дарит всем любителям волейбола возможность наблюдать за выступлением Кузбасса на чемпионате страны в прямом эфире. Сегодня на Первом городском состоялась трансляция поединка Кемеровского клуба против факела из Нового Уренгоя. Матч прошел при поддержке партии «Единая Россия» и «Общероссийского народного фронта». Все подробности игры смотрите в следующем выпуске городских новостей. А в четверг, 3 ноября, зрители телеканала «Мой город» смогут еще раз посмотреть встречу Кузбасса против факела. Не пропустите! 3 ноября в 22.00. Повтор трансляции только на Первом городском. Юные хоккеисты открыли зимний сезон. Сегодня в областной столице стартовал городской турнир по хоккею с мячом среди детских команд. В состязании принимают участие 8 хоккейных коллективов, 5 из Кемерово, а также гости из Новосибирска и Хакасии. В отличие от взрослых, соревнований на поле выходит не 10, а 7 игроков и вратарь. Блиц-турнир продлится в течение трех дней. По словам специалистов, в 10-летнем возрасте у юных спортсменов появляется тактика и рисунок игры. Отрабатываются навыки катания на коньках. Здесь можно посмотреть и характер юного спортсмена, его выучку, как он учился кататься. Как он владеет клюшкой. Ну а посмотри, как тренеры переживают. Это труд наш, детского тренера. Поэтому трудно переоценить значение таких турниров. На этом у меня все. Служба новостей прощается с вами. Мы продолжаем следить за городскими событиями. А если вам есть что добавить, звоните по телефону нашей редакции 45 23 93 или пишите на электронный адрес. Впереди вас ждет наша постоянная рубрика «Ваши вопросы». На вопросы кемеровчан ответит Валерий Позняковский, заведующий кафедрой товароведения и управления качеством Кемеровского технологического института пищевой промышленности. Я желаю вам всего хорошего и до встречи на телеканале «Мой город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова